Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. И сейчас я вам расскажу, как вязать такой бактус. Вязание бактуса начинаем с составления схемы простого расчета и распределение цветов по нашему изделию. Итак, что первое? Сначала мы определяемся с размерами. Берем метровую ленту, обворачиваем вокруг шеи и смотрим, какой длины изделия я хочу, как я хочу, чтобы мой бактус лежал. У меня это 94 сантиметра, то есть я буду вязать 94 сантиметра. Поскольку на остренькие краешки выходить не буду, и бактус у меня будет симметричный, вид у него будет вот такой. То есть вот, что мы с вами будем вязать. 94 делим на 2, 47 и 47. Потому что мы начнем от середины в одну сторону, развернем и провяжем в другую сторону. Ширина. Точно так же к шее поднесли метровую ленту и посмотрели, какой длины мы хотим иметь вот этот уголок. У меня это 25 сантиметров. Определились с основными размерами. Обязательно нужна петельная проба. Образец. Образец у меня связан основной пряжей. Перья мы вообще в расчет не берем, они будут вязаться сами по себе, неважно сколько они будут занимать место. Мы будем делать метки на машине и все распределим в процессе вязания. Сейчас мне нужно основное полотно. Вязать я буду поперек. Поэтому давайте по петлям по рядам. Сначала 10 плотность. Образец 40 петель и 40 рядов. 40 петель. Это 17 сантиметров. Из 40 рядов 10 с половиной. Делаем расчет. 40 делим на 17. Получаем 2,35 петли и 40 делим на 10 с половиной. Получаем 3,8 ряда. Итак, 25 петель. 25 сантиметров по ширине. Умножаем на 2,35. Получаем 58,75. Давайте округлим. 60 петель. Длина 47. Я считаю половину. Вторая будет абсолютно симметрично. 47 умножить на 3,8. Получается 178. Ну, 180. 180 рядов. Вот такой расчет. Сколько петель мы оставим в конце? Ну, давайте оставим 10-15 петель. Как будет по расчету? Итак, 60 минус 10. Это, соответственно, 50 петель. Мне надо убрать 45-50 петель. 180 делим на 45. Получается 4. Ну, вот, значит, так и остается. 45 петель мы убираем. Остается 15. То есть каждые 4 ряда я делаю одну убавочку. И за 180 рядов вот куда дойду, туда дойду. Все. Перья мы будем делать по одной стороне. Вот здесь у меня будут эти перья. И они будут уменьшаться. Чем ближе к краю, тем будет меньше этих перьев. И смотрим, на каком расстоянии я хочу иметь эти перья. То есть если у меня будет 47 сантиметров полотно, с самого края делать их не нужно. Вот в сантиметрах, там, не знаю, 15 последних можно перья не делать. Потому что они будут уже просто мешать. Значит, 15-47 минус 15. 30 на 30 сантиметрах. На 30 сантиметрах, да, я буду делать эти перья. Значит, смотрим. 30 сантиметров, это сколько рядов? 30 умножить на 3,8. 114 на 115 рядах я делаю перья. 115 на что делится? Так, давайте через 20 рядов. И как выйдет? Значит, 20 рядов, 40, 60, 80, 100, 120. Идеально. Вот распределение наших перьев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, это раз. Первое перо будет, оно в расчет не идет. И дальше первое, второе, третье, четвертое. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это 12 и 13 основное. У нас будет 13 перьев. Отлично. Количество игл. Если мы выходим, так, сейчас скажу. Тем больше перо, тем больше будет загибаться наш бактус. Нам нужен загиб. Загиб будет достигаться за счет того, что у нас будут вывязываться перья. Мы не будем специально ничего загибать. Никакие специальные применять. Приема. Частичное вязание, которое не будет идти в расчет вот этих рядов. Оно будет дополнять. Оно будет растягивать полотно и оно само у нас ляжет полукругом. Поэтому нам важна внутренняя сторона, которую мы с вами посчитали. Вот она, 94 сантиметра. Нам важно количество рядов. Перья в расчет не уходит. То есть мы будем подключать счетчик только на время вязания основы. Через 20 рядов мы делаем каждый раз перо. Определяться с размером перьев мы будем прямо на машинке. Слишком большие перья нам тоже не нужны. Можно посмотреть даже. 4-5 сантиметров может быть центральное перо, остальные будут меньше. И это правильно, потому что огромные-огромные перья они тоже, наверное, не сильно украсят. Поэтому основной расчет сделан. Идем, набираем на вязальной машинке бросовой нитью 60 петель набросовую. И провязываем 20 рядов. Потому что когда мы перевернем вязание, мы сразу начнем вязать перо. С пера не начинаем, иначе нам будет трудно надевать все на вязальную машинку. То есть мы поехали вязать вот эти вот 6 перьев. Мы их провяжем, перевернем, свяжем перо и пойдем вязать вниз. Так будет гораздо-гораздо проще. Итак, 60 петель бросовой нитью на вязальную машину. И уже на машинке мы распределим размер и частичного вязания, и размер пера. И обязательно каждый раз, когда будем вязать, будем записывать, какого размера было перо. Тогда мы не запутаемся при вязании второй части. Набрали необходимое количество петель. Привязали брусовой нитью, один ряд катушечных, чтобы получить хорошие открытые петли. Когда мы развернем наш бактус, мы начнем вязать вторую половину вот от этих открытых петель. Итак, 4 ряда. Основным полотном. И делаем убавки. Мы посчитали, что мы делаем убавки через каждые 4 ряда. Два варианта. Делать убавки с прямой части, делать убавки с той стороны, где у нас будут перья, с узора. Трехугольным декером убираю одну петлю. Еще 4 ряда. Одну петлю. Провязала 10 рядов. И теперь, смотрите, я здесь оставилася меточки. 20, 40, 60 это местоположение перьев. 10, 30, 50 как раз между перьями. Я буду провязывать цветные точечки. То есть на 10 ряду. У меня сейчас как раз 10 ряд, я провязываю точки. Выбираю место положения точек. Они могут быть как раз на месте меток. У меня есть метки на машинке. И пускай вот как раз каждая меточка и будет местоположением точки. Даже думать не нужно. Берем синий цвет отделочный, который мы будем обрабатывать края. И провязываем шишечки на 2 петли. Переднее положение, вот видите, шишка будет провязываться на 2 петлях между метками, вокруг метки. И начинаем провязывать. Провязали 2 петли руками. Обвели иглу. 2 иглы. 1, 2. Можно одновременно. 3, 3. Третий ряд. Четвертый ряд. Обвиваем иглу в переднее положение. Пятый ряд. Шестой ряд. Чем больше провяжем, тем интереснее будет. Седьмой. Восьмой. Восьми может быть и достаточно. Оторвали. Потом, когда мы закончим, мы завяжем вот эти два узелка. И они затянутся и будут отлично друг в друга стянут. И вся вот эта шишечка уйдет на внешний край. Следующая. То же самое. Таких шишечек я не буду выполнять по всему полотно. Я нарисовала уже 10, 30, 50 ряд. В одну сторону и в другую. Все. Больше особо не надо, потому что там, где у нас идет по шее бактус, этих шишечек будет и не видно. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три, четыре, пять, шесть, восемь. Три, четыре, пять, шесть, восемь. Три, пять, шесть, семь, восемь. Оставляем нить. Переднее положение иглы. Если у вас машина сама забирает иголки. Если у вас машина с ручной прокладкой и проблем никаких, два ряда, делаю убавку. Машина прекрасно провязывает. Можно ей помочь. Бабка. Двенадцать. Четыре, шестнадцать. Обязательно делаю убавку, потому что она по плану у меня подусмотрена. И на двадцатом ряду мы с вами начинаем выполнять перо. Подтягиваю все будем потом убирать. Шишечки тоже, они такие объемные, отлично видно. Итак, перо. Убираю из нитеводов. Из нитеводов хотите, пользуйтесь нитеводом, хотите вручную, убираю рабочую нить. Перо у меня будет розового цвета. Для начала определяюсь, от какой точки я буду ввязывать перо. Пускай это будет двадцатая петля. То есть, вот на первых двадцати иглах перо я провязывать не буду. Вот оно. То есть, перо пойдет отсюда. И дальше. Первые десять петель тоже можно оставить на какой-то период. Пускай будет три первых пера, поскольку петель слишком много, будут для первых рядов. И дальше по пять. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. То есть, перья будут уменьшаться, в зависимости от того, сколько убавок мы с вами будем выполнять. То есть, вот эта сторона, вот эта часть у меня константа, на ней перьев нет. Перья у нас располагаются на уголке. Ставим. Переднее положение, то, что мы провязывать не будем. Рычаги частичного вязания включить. Берем нить для провязывания пера и оставляем ее у основания. Нить проходит между первой и второй иглой рабочими. И провязываем ряд. Хвостики я потом буду убирать. Итак, я отметила себе первые десять игл, как основание пера. Вот эти первые десять игл и ставлю в переднее положение точно так же. Все, они у меня дальше принимать участие не будут. И учитываю, что перья у меня должны выступать за пределы бактуса. Чем активнее они выступают, тем симпатичнее бактус. Добавляю два иглы. Раз. Делаю простую прибавку. То есть я прибавляю две петли. Два. Обвели. Так, естественно, они должны провести. Видите, привычка работать на машине с нитеводом. Играю в золушубку. Выставлю вперед и не провязала. Два. Обратно. Три. Ставлю вперед. Раз, два, три, четыре, пять игл. Дальше по пять игл. Две иглы. Добавляю. Раз, два. Прорезали. Пять игл. Две иглы добавляю. Получается очень объемно и очень много. Раз, два. Провязываем обратно. Две иглы добавляю. Иглы добавляю до тех пор, пока не останавливаюсь в провязах. Так, пять игл. Раз, два, три, четыре, пять. Остановлюсь вот здесь. Вот. Еще разик. Две иглы провязали. Так, на еще пять. Делаем то же самое. Две иглы провязали. Раз, два, три, четыре. Раз. Обвели. Провязали. У меня получается вот такое вот перо. И если сейчас я начну делать убавки, у меня будет просто остренький кончик. Ко мне нужно расширение. Поэтому Провязываю несколько раз на одном и том же месте Несколько рядов, но три как минимума. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Мы сделали закругление пера. А теперь можем возвращаться обратно. Для тех же игл. Убираю две иглы. Пять игл впереди. Оно работает на один раз. Обвели. Два. Убираю две иглы. Убираю пять игл. Обвели. Два. Убираю две иглы. Пять иглы. Убираю. Два. Две иглы убрать. Можно было поставить меточку, где мы сейчас с вами находимся. Чтобы случайно не заблудиться. Пять игл. Сюда. Получается объемная достаточно пера. Но чем дальше, тем перья будут меньше. Два. И десять игл. Так, убираю еще, если не ошибаюсь, две иглы. Можно проследить, где мы там находились с вами. Да, две иглы надо убрать. И провязываем до основания. Там, где мы с вами начинали. Вот оно. Первое пиро закончено. Я его отрезаю. Потом я завяжу узелок на свободном полотне. У меня, я не сделала... Двадцать рядов провязано. Нужно было отключить, конечно же, черчик. Ставлю рабочую нить. И провязываю четыре ряда до убавочки. Не выключили. Раз, два, три, четыре. Все. И таким образом провязываем дальше. Делаем бабку. Два, три, четыре. Убавка. Тридцать рядов мы провязываем. Здесь уже не буду делать шарик. Раз, два, три. Три шарика. И с вами выполняем. Берем синий цвет. Достаем иголочки. Делаем шишки. Такие вот синенькие. И таким образом дальше оформляем наше изделие. Двадцать игол остаются неизменными. Шишечки делаем три раза. Больше смысла нет. Можно делать по всему полотну. Каждые четыре ряда мы делаем убавку. И доходим до 120 ряда. Прекращаем делать перья. Потому что в самом низу они тоже не очень важны. За счет того, что мы делаем убавки. За счет того, что у нас широкие перья. Расширение будет давать вот это скругление нашему полотну. Чем больше перьев, тем они шире, тем активнее будет закругление. Можно перья делать через каждые 10 рядов. Тогда вообще будет полукруг. Ориентируемся на край, который пойдет к шее. Он является длиной полотна. А та часть, которая у нас идет снизу, наружу. Как получится. Еще раз. Чем больше перьев и чем они объемнее, тем активнее будет закругление нашего полотна. Давайте провяжем еще одно перо, уже поменьше размера. 20 игл остаются неизменным размером. И дальше вывязываем перышко. Провязала один ряд на тех иглах, которые у меня будут провязываться. За минусом 20. Делаю две прибавки. Одну обвиваю, вторую. Машина провяжет сама. И сразу убираю пять игл. Десять игл я убирала первые два перышка. Все остальные пять. Раз, два, три, четыре, пять. Потому что будет очень много. Много будем убирать и будет мало тела, мало пера. Раз. Обвили. Два. Дальше. Навешиваю грузики. Добавляю две иглы. Одну обвиваю, вторая сама провяжется. Убираю пять раз, два, три, четыре, пять иглы. Раз. Если что-то не провязалось, провязываю вручную. Обвиваю крайнюю иглу. Два. Добавляю две иглы. И смотрю, у меня два защипа, достаточно большое количество провязок для закругления на глаз. Примерно 10, 20, 15 игл провязываем вот этой шапочке. Теперь три раза провязываем на одних этих же иглах. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Получили шапочку. Такую очень симпатичную. И сразу начинаем убирать лишние иглы. Раз. Два. Ставим пять игл обратно. Провязываем. Обвиваем эти иглы, которые уже были. Два. Две иглы убираем. Два. Ставим обратно. Игулки на провяз. И проверю, что у меня. Так. И две иглы. Убираем еще. Видите, чуть не ошиблась. Раз. Два. Потому что мы начинали с того, что в первом же ряду добавляли две иглы. И заканчиваем. И так я смотрю, петельная дорожка. Все верно. Провязываю. Первую. Дорожка закончили. Все хвостики буду завязывать по уже спокойному полотну. Рычаги частичного вязания отключаю. Так. И. Конечно, у меня было 80. Не отключила. Счетчик. 80. Раз. Два. Три. Четыре. Убавка. Больше я точечки не провязываю. Так. Два. Три. Четыре. Убавка. Следующий у меня на сотнюю литру. Два. Три. Четыре. Убавка. Раз. Два. Четыре. Четыре. Убавка. Убавка. И выполняю то же самое. Оставляю 20 игл неизменными. Убираю рабочую нить из нити водителя. Включаю рычаги частичного вязания. Отключаю счетчик. Беру отделочную нить и провязываю пюрошком. Пять игл, пять игл и шапочка на том количестве игл, которое уже получается. И чем ближе я подхожу к краю, можно провязывать не по три раза шапочку, а по четыре, чтобы она была более объемная, чтобы еще интереснее было. Но смотрите, на ваш взгляд, как будет лучше. Конечно, предварительно надо сделать провязку и посмотреть, как на вашей пряже это все смотрится, как оно укладывается, как оно выглядит. И, конечно, только после этого уже вязать. Но технику вязания я вам показала. Провязали первую часть. Вот она. Перевернули изделие. Навесили на иголки, на те же 60 игл. Отключаю 20 игл. Только уже с другой стороны. И прямо с этого места мы начинаем провязывать листик. Потому что мы с него и начинаем. Я уже говорила в самом начале, что листик было бы тяжело надевать на машинку, на иглу. Прямое полотно всегда проще. Поэтому сейчас 20 игл у меня остается в переднем положении. И на всех остальных иглах мы с вами провязываем листик. 10 игл оставляем и дальше по 5. Центральный лист будет самый активный, самый большой. Потому что на нем будет больше всего игл изначально. 60. Дальше уже на 4 игла меньше. То есть лист будет чуть-чуть меньше. Центральный самый объемный. Вяжется точно по тому же принципу. Ставим иглы в переднее положение 20 игл. Рабочее положение все остальные. Рычаги частичного вязания включить. И вяжем листик. Провязали. 10 игл вперед. Не забывайте оттяжки. На листике мы никакие убавки не делаем внутри. Не забывайте каждый раз, для того, чтобы мне было проще следить за убавками, отметку поставить. До какого места мне нужно будет вернуться с убавками. И делаю прибавку. Раз. Прибавка. Два. Провязываю на 10 игл меньше. Раз. Обвели. Если что-то не провязывать, вручную не подправили. Два. Добавили две иглы. Одну обвили, вторая сама завяжется. Пять игл. Раз, два, три, четыре, пять. Вперед. То есть делаем принцип тот же самый. Все абсолютно то же самое. Только перевернув в зеркальном отражении. То есть мы делали с одной стороны, а теперь мы делаем с другой. Обвели. Два. Пять игл. Две иглы добавить. Пять иглы. Ну, дойдем до этой точки и будем делать расширение. Пять игл. Или, простите. Пять иглы в другую сторону. Две иглы. И пять. Все, вот теперь мы делаем шапочку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все. Сейчас поедем обратно, поставив в рабочее положение крайние иглы. Две иглы убираем. Укрыли. 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 Пять игл. Две иглы убираем с этой стороны. Не забудьте, после того, как мы провяжем листик, на десятом ряду выполнить шарики. Обратно ставить очень просто, потому что мы пользуемся теми метками, которые у нас уже были вот на местах с обвивом. Не перепутать. Еще раз. Укрыли. место на котором должны вернуться и вот они десятка крайне все центральное перо готово довязывать будем потом счетчик обнулить и или частичное вязание отключаем вставляем рабочую нить берем вязать и аккуратно спрятать можно будет потом потому что я не хочу вставлять узел в середине полотна мы будем делать обвязку обвязка этот узелок закроем и провязываем 4 ряда так провязали 4 ряда все таком же точно такой же последовательности все делаем то же самое что мы делаем на первом этапе если на первой половине нашего бактуса мы можем фантазировать мы можем что-то менять в процессе вязания то вторая половина точно повторяет зеркальном отражении то что мы провязали поэтому если вы что-то делали свое на каком-то определенном ряду какую-то операцию выполняли делайте метки записывайте потому что не вспомните и повторяем вторую часть нашего бактуса идеально похожую на первую часть закончила бактус и сравнила два уголка я сделала сначала тупой уголок вторую часть я провязала остренько видите разница не велика не намного больше но смотрится гораздо симпатичнее поэтому сейчас выбирайте тот вариант который вам нравится и провязывайте либо тупой кончик либо остренький я сейчас навешу на иглы этот кончик который мне понравился и довяжу до той до точечки но то что у нас получилось середина и пошел пошел наш бактус закругляться половинка подпаренная половинка нет поэтому так смотрится как мы с вами будем убирать точечки берем две точки два хвостика направляем тему быть тупым внутрь все что мы провязали лишнего и навязываем узелок у нас получается полноценная аккуратно такая отделка то же самое мы делаем с хвостиками которые остаются при вязании листиков завязываем узелок аккуратно розовые протяжки надеваем петлю уловитель заправляем хвост разравниваем отрезаем видите заправленная точечка смотрится гораздо симпатичнее ну если вам хочется чтобы точки были более объемными их надо просто аккуратненько подвязать и заправить внутрь хвостики так просовую нить можно убрать теперь что касается обвязки обвязать можно на машинке обвязывать можно крючком берете если умеете крючком вяжите крючком если петлю ловителем вяжите петлю ловителя можно это делать на вязальной машинке но мне кажется что руками это будет немножко быстрее в данном случае каждую петлю и делаем такой как бы наборный ряд и таким образом обходим всю площадь весь периметр нашего бактус и получается достаточно аккуратно и симпатично то есть мы делаем заходим в петельный столбик делаем петлю провязываем одну воздушную петельный столбик петля воздушная все обвязывайте вокруг стараясь не затягивай край и естественно после того как вы все это сделаете его надо будет под парить либо сначала под парить потом обвязать выбирайте сами последовательность но в любом случае сначала завязать узелки и снять брусовую нить а мне еще и надвязать мне еще и надвязать этот кончик который мне таком виде не нравится мне нравится остренький